Самое непосредное дочинение до ликвидации наступства у Чарнобыльской катастрофы мают и супрационники Гомеля Абла Гидромета. Ике доследование сегодня проводится у радооцинно-экологичным модделе. И те есть подставы для заклопоченности у Жихару региона, ведая Олег Синцерову. Сегодня у Гомельском гидрометроцентре не только надзираются за температурой и худкостью повитерных потоков. Тут ведают все, где идут ядерные попробования, где горят лесы. И самое главное, каким чином все это отбивается на радооцинной ситуации на территории Гомельской области. Кожный день в 8 годин ранится дежурный инженер-радиометрист приходит на полигон, как зарабить замеры могутности радооцинной дозы. Усягон на Гомельшине 6 таких контрольных кропок, даденые за яких знаходятся на постоянном контроле. И аж один штуденный обовязок, так званный аэрозольный контроль приземного слою. Все осадки, которые за сутки выпадают, роса, дождь, снег, ну ежедневно. За сутки оно накапливается на этой марле, потом мы ее снимаем, высушиваем и сжигаем в печках, и залу замеряем. У некоторых выпадках периодичность контролю может быть изменена. Не это, например, когда горели лесы в Украине, дозиметричный контроль проводили кожную годину. Некой погрузы здоровью тогда, кажуть, на самой справе не было. Под контролем гомельских специалистов у Вогли находятся все процессы, которые отбываются у света. И навод калияны не могут оказать уплыв на экологичное становище в регионе. Фиксуется все ровно, как тайш-авары на японской Фукусиме. Мы увидели остаточные явления ядерного взрыва в Японии. Это были микродозы, они никак не повлияли ни на нашу экологическую ситуацию, ни на радиационный фонд. Но, тем не менее, эти данные мы получили. Мы получили их в средстве за Германией. То есть мы увидели все эти остатки, которые облетели вокруг земного шара. Сегодня специалисты отдела радиационно-экологичной информации Гомель Абал-Гидромета проводят постоянный мониторинг ситуации по всей области, включающей отселенные территории и пограничные зоны. Для объективности информации створены специальные ландшафтные полигоны, на которых заборонена любая господаршая деятельность. Как полностью позбавиться от наступства Чарнобыльской катастрофы, спотребится еще не одно десяти годы, но в целом радиационная ситуация на Гомельчине повепшается, а непосредственно в день 30-й годовины Чарнобыльской катастрофы у Гомель Абал-Гидрометии обовязково узгадают прозвища супрацовников, которые сразу после трагедии начали высветление реальной ситуации, что дало макшимость скласти карты радиационного заборудования территории и принять адекватные меры по обороне людей. В тот период занимались отбором проб почвы в населенных пунктах, прилегающих к территории Чернобыльской атомной станции. Хотелось бы назвать несколько фамилий. Это бывший начальник лаборатории Василевская Бронислава Станиславовна, Лебезева Антонина Михайловна, водитель Тимошков Николай Григорьевич.